Другие концепции языкового знака, попищальниковые, к сожалению, она их очень кратко, что, в общем, тоже говорит о том, что у нас отечественное языкознание погрязло в архаике, в марксизме, максимум, что они помнят это сосюр, который был сто лет назад, ну и, в общем, и так далее. По поводу современных она выделяет три типа принципиальных понимания. Первое – феноменологическое, то есть правильное, да, которое она кратко говорит, то, что она правильного не любит и истину она ненавидит. Феноменология редуцирует к явлениям то, что я постоянно тут говорю о редукции, то есть мы рассматриваем только то, что реально наблюдается, не вводим каких-то сущностей за рамками явлений. Если рассматривать феноменологический знак, то это будет любой предмет, воспринимаемый органами чувств, который сигнализирует о чем-то, что непосредственно не наблюдается, то есть знак, в принципе, сводится к сигналу. Получается два, в принципе, типа знаков – акустический, оптический, но можно, конечно, в основном, конечно, у нас органы чувств оптические, да, и визуально мы все это воспринимаем и на слух. В принципе, у нас есть еще тактильные органы чувств, да, там, обоняние у нас есть, можно и тогда знаками считать и вкусовые ощущения, то, что они о чем-то там сигнализируют, что непосредственно не наблюдается. То есть наиболее распространенные типы знаков – акустические, оптические, а так в целом получаются те самые шесть типов знаков, которые Будда выделяет. То есть там можно посмотреть, да, там тактильные ощущения, акустические, оптические, ну и разум, разум, когда обозначает, тоже ведь получается, да, сигнал. То есть расширить это можно до шести. Дальше она рассматривает только психологическое понимание. Знак – это модель, которая обобщает функциональные свойства предмета. Здесь вводится предмет, поэтому это заведомо нелогическое понимание, потому что предполагается заранее, что есть какой-то предмет, а может, его и нет. И при этом знак является частью звуковой ситуации, и она пытается позитивиста Морриса сюда тоже присоединить, хотя он предметов не рассматривал. Ну, то есть это вот типично для марксистов попытки все время припахивать науку к ненауке. Ненаучное предположение здесь, что есть какой-то предмет, а сюда пытаются как-то вписать знаковую ситуацию, которая предметов не предполагает у Морриса. Ну, и дальше она рассматривает билатеральное понимание знака, которое она тоже трактует превратно. То есть для нее имеется в виду понимание знака, как имеющего две стороны, означающие и означаемые. Для нее одна сторона знака, означающая материально, а вторая часть знака, которая, что она обозначает, она идеальна. Без всяких оснований она припахивает сюда Сосюра, но Сосюра однозначно говорил, что обе стороны знака психичны. То есть материальной стороны знака нет, акустический образ, он говорил, он все равно нематериален, что совершенно верно. Материи вообще нет, есть только наши, есть только наблюдаемые явления. Материя, предметы и так далее, это абстракция, причем неверная над наблюдаемыми явлениями. Так вот, билатеральное понимание знака не сводится к тому, что материя обозначает идею. Билатеральное понимание знака просто говорит о том, что знак – это какая-то вещь, которая означает что-то другое. Вот в этом означаемость, да, акт означивания. Вот что-то одно означает что-то другое. То есть в принципе сводится к феминологии на самом деле. Просто феминология может быть и в сознании, и в сознании может одно обозначать другое. А не обязательно, допустим, что-то какое-то акустическое впечатление означает что-то неакустическое. Ну, исходя из вот таких противоречивых установок, которые изначально есть у материалистов, они приходят к различным противоречиям, которые они просто фиксируют. В частности, они говорят о принципе асимметричности знака. То есть они говорят о том, что знак сам по себе конечен, потому что они под знаком понимают какое-то материальное явление, да, но порождает бесконечное количество смыслов. Такого на самом деле противоречия нет, просто неправильно здесь определён знак. Когда знак есть, он обозначает что-то конкретное. Вот эти бесконечные смыслы, это просто возникают другие знаки. Связано с тем, что они считают материю чем-то постоянным. Но материя тоже не является чем-то постоянным. Акустические, вот звуки просто сами по себе, это тоже какая-то последовательность постоянно меняющихся частот, да, они раскладываются как-то. Она не является каким-то объективным объектом, который постоянно существует. То есть вот частоты, какие-то звуки, они меняются, и только сознание, оно приписывает отдельным каким-то вот особенностям звука значение. Потом будет фонема. Ой, как это всё попроще-то сказать. То, что они считают материально существующим конечным знаком, это просто набор каких-то материальных характеристик, которые постоянно меняются. И только сознание в нём выделяет нечто постоянное, считает это знаком, считает это фонемой. И тогда только, когда вот сознание уже выделит что-то постоянное, оно уже тогда будет знаком. Это доказывает хотя бы тем, что фонемы в разных языках различны. То есть одни люди видят одни звуки, так скажем, да, одни фонемы, одни звуковые единицы в одном и том же потоке акустическом, а другие их не видят. Например, у нас есть мягкие согласные, и мы в потоке звуков их выделяем, что вот это согласное мягкое. А у американцев нет мягких согласных, и они длительно учатся в потоке русских звуков выделять, какие мягкие, какие нет, потому что для них первоначально это одно и то же. Они не различают. Или мы, допустим, китайские какие-то звуки считаем одним и тем же звуком, и они считают это разными. И надо учиться специально осмысливать тот же самый материальный поток, как китайцы. О чём это говорит? Нет какого-то постоянного объективного материального звука. который мог бы быть какой-то стороной знака. А обе стороны знака психично, как и говорил Сосюр. Поэтому нет асимметричности знака. Далее Леонтьев также говорил о том, что есть противоречие между объективным каким-то значением знака и личностной интерпретацией. После чего почти всю главу про вот эти другие концепции знака она посвящает бреду Леонтьева. Бред Леонтьева основан на том, что есть какая-то личность, а личности не существует. Даже вот Курпатов, современный последователь советской психологии, он с этого и начинает, что личности не существует, советская психология была не права. Потому что нет каких-то признаков, которые мы можем связать, и только с личностью. Это просто пустое место, к которому приписываются какие-то признаки. Такую вот очевидную вещь, до неё доехал даже Курпатов, но, к сожалению, до неё не доезжает Пищальникова и продолжает эти антинаучные глупые всякие теории Леонтьева, о которых он сам говорит, что они противоречивые. Противоречие о чём говорит? Что теория нелогична, ненаучна, она приводит к противоречию. Раз она привела к противоречию, это не значит, что есть объективные противоречия в языке, или что есть какая-то диалектика, которая вообще всегда мыслит противоречием. Это значит, что теория неверна. Так вот, неверна теория основана на том, что якобы существует личность, на том, что якобы существует объективная материальная действительность в виде каких-то предметов, ещё к тому же объективных материальных. Просто эти теории неверны, поэтому они приводят к противоречиям. А в языке и в знаках таких противоречий не существует, и в реальности тоже. Просто нужно отказаться от неправильной теории в данном случае.